Ребята, привет! Рада вас приветствовать на своём канале. И сегодня у нас такой небольшой день кондитера. После отпуска решила заняться делами. Снимаю один свой день. Вернее, их будет у меня два. Но они все относятся к одним и тем же заказам. Значит, посмотрите, здесь у меня ванильный бисквит. Кстати, ссылочки все оставлю, чтобы кто хотел, посмотрел, как я делаю, например, ванильный бисквит, капкейки свои и красный бархат. Так что, кому нужна, переходите вниз под видео и переходите по ссылочкам. И смотрите, как я делаю. Вот классический бисквит, очень лёгкий, замечательный. И техника меня, которую я применяю уже несколько лет, никогда не подводит. У меня здесь капкейки. Это ванильные. Я сделала сначала тесто ванильное. Потом добавила какао в конце. И у меня здесь шоколадный. Так как заказ 5 ванильных и 4 шоколадных. Будет красный бархат. И вот смотрите, меня иногда спрашивают, можно ли выпечь в одной форме. Значит, у меня форма была занята ванильным вот этим бисквитиком. И у меня было 16, у меня их 3 по 16. И у меня оставалось 2 формы. Значит, вот это стандартный такой. Один я выпекла, да. Он выпекался 25 минут. Получился очень яркий, нежный. И вот здесь было 2 нормы. Он выпекался 50 минут. И он уже более плотный. И цвет у него, конечно, темнее. Так что вот в чём разница, девочки. Дальше, вот кто, наверное, выпекает в одной форме, он не понимает, почему я говорила, что это вот самый лучший бисквит, который я пробовала. Красный бархат. Потому что при небольших температурах, я выпекала при 160 градусах, вот. И когда мало теста, он быстрее пропекается, оставляется очень нежно. Он просто, знаете, чувствуется, что он такой мягкий, воздушный, яркого цвета. А здесь уже такого не будет. Корочку. И смотрите, здесь корочка такая нежная. А здесь уже, конечно, будем, естественно, всё срезать. Вот. Но это вниз у нас пойдёт, а это мы сверху сделаем. Ну, вот так вот. Я теперь сама знаю. Видите, какая разница прям даже по цвету. Вот. Так что, конечно, лучше выпекать в одной форме. Это я тут даже эксперимент какой-то поставила. Я думаю, чтобы знать, это спрашивает, можно в одной. Нет, нельзя. Этот рецепт надо выпекать. Ну, прям вот корж один. Здесь, кстати, можно 4 даже коржа. Я 3 делаю. Можно 4. Это тесто рассчитано. Даже выше будет тортик у вас. Выпекать тесто. Мне кажется, оно очень хорошо ждёт. Можно его в холодильник поставить. Выпекли. Один, значит, коржик. Куда достали следующую порцию, пока вынимаете из формы. Моете её, сушите. Тесто у вас чуть-чуть прогреется. И всё. По 350 грамм я наливаю своего теста. Тоже рецепт красного бархата. Именно вот этого. Очень хорошего, удачного. Я тоже. Всё внизу, в общем, девочки. Ну, и мальчики, если смотрят. Так, всё. Вот сейчас я уберу всё, что мне сейчас не нужно. Буду собирать красный бархат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 на сегодня все я начинаю готовиться к следующим заказом выпекать бисквиты и буду с вами тоже частично собирать показать оформление так что проверьте подписку подписаны либо на мой канал чтобы не пропустить нового видео я с вами прощаюсь с вами была арена вскасиенская до скорой встречи всем пока пока